Путина можно поздравить. Он нашел себе новую Анжелу Дэвис. На этот раз Анжела Дэвис называется Сноуден. Очередной разоблачитель ЦРУ. И, конечно, мы здесь просто эксперты по вопросам тайной переписки, тайной личной жизни, тайной отношений Владимира Рыжкова с собственной женой, а некоторых других деятелей оппозиции с некой Катей, после чего все оказалось выложено в интернет. И в качестве экспертов мы, конечно, строго осудим американцев. И уже предложили этому Сноудену политическое убежище в России. Как доктору Хайдеру, там Анжеле Дэвис и очень многим. Дурак будет Сноуден, если на это согласиться. Сразу его правдолюбие приобретет такой же подозрительный вид, как стремление Жерара де Пардье строить капитализм в одной отдельно взятой России, вместо тоталитарной Франции. Конечно, ребята заигрались, но с другой стороны, они там оправдываются, что безопасности вы хотите, а как же нам террористов выявлять? В общем, в Соединенных Штатах никаких катаклизмов не произошло. Все костят ЦРУ и ФБР. Весь процесс открыт, конгрессмены работают, все ЦРУ осуждают. И я не думаю, что там возможен был бы вариант, когда честное частное лицо, никакому терроризму не причастное, а казалось бы, в качестве обвиняемого там в экстремизме нет. А если бы братьев Цараевых раньше времени выявили, то это сэкономило бы какое-то количество человеческих жизней. Америка читает Оруэлла. Оруэлла читать всегда полезно. Сноуден целенький в Гонконге. Надеюсь, он не будет водиться с Ассанжем, потому что правдолюбец Ассанж как-то очень подозрительно публиковал материалы, компрометирующие только американскую дипломатию, а потом оказался в посольстве Эквадора, тоже мне нашел либеральную страну. И посмотрим, кого себе найдет Сноуден. Если там Китай, то я его с этим поздравляю. Но реакция нашей власти, она просто сногсшибательна. Ну, так же, как история с Анжелой Дэвис, которая, положим, трепала языком, ее поэтому и выпустили быстро, но водилась с черными пантерами и произносила разные глупые речи насчет вооруженного восстания, будучи профессором, кстати, университета, против диктатуры и тирании в США. И, в конце концов, целенькая и невредименькая продолжила свое преподавание. Я вам, кстати, могу из личного опыта сказать, что когда Наташа Горбаневская ехала в Столыпинском вагоне в казанскую спецтюрьму, как раз вот в разгар этой истории с Анжелой Дэвис, ну, совсем ни за что, за то, что она начала издавать хронику текущих событий, первые номера вела Наташа Горбаневская, то даже конвой, который не приближал к числу больших антисоветчиков, сказал, познакомившись с ней поближе, делать-то нечего в долгой дороге. Вот они и послушали. Сказали, как же, что ж такое делается. Ту Анжелу Дэвис мы защищаем, а свою Анжелу Дэвис сажаем. Так что Путин, конечно, очень рад, но на месте Обамы я бы не особенно смущалась и привела бы кое-какие фактики из нашей российской практики, как мы здесь соблюдаем тайны личной жизни. И Путин бы быстренько замолчал, если Обама сам не знает, пусть позовет сенатора МакКейна. Тот ему расскажет. Субтитры сделал DimaTorzok